Семь преподавателей из Магнитогорска станут участниками Всероссийского форума классных руководителей. Он пройдет в Москве в октябре и соберет почти три тысячи учителей. Подробности в сюжете. Уроки закончились, а она спешит к своему восьмому А. Когда ты классный руководитель, даже если в расписании уроков нет, работы становится только больше. Мы с вами сегодня побеседуем о том, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. Педагогический старший Екатерины Романовны 12 лет. Из них 5 лет совмещает преподавание с классным руководством. Помимо непосредственных обязанностей у классного руководителя много внеурочной работы, олимпиады, конкурсы, совместные походы в кино, театры и в питомник помочь братьям меньшим. Чтобы все было в порядке, что нужно от классного руководителя? Каким он должен быть? Классный руководитель должен быть примером для своих детей. Он должен их наставлять, учить. Ведь классный руководитель считается второй мамой. Я откликаюсь 24 на 7. То есть мои родители, мои дети всегда со мной на связи. Есть ли примеры, когда вы своему классному руководителю доверяли что-то сокровенное? Конечно, потому что для меня Екатерина Романовна стала очень близким, даже сказать, не человеком, а второй мамой. В прошлом году на форум классных руководителей съехались несколько тысяч лучших педагогов России. 50 человек – Челябинской области. В этом году форум посетят более трех тысяч участников. Причем прокачать свои педагогические знания могут не только классные руководители, но и кураторы групп в колледжах и техникумах. Очень рада, что выпала такая честь побывать на форуме классных руководителей. Очень буду рада получить новые какие-то наработки, поделиться опытом. Ну и вообще, как бы, это честь для нашего города – представлять его, представлять область. В этом году отборное мероприятие проводилось в несколько этапов. Педагоги прошли анкетирование, тестирование по основам педагогики и внеурочным занятиям разговоры о важном. Также претендентам предстояло пройти тренажер классного руководителя и представить видеовизитку по теме «Моя воспитательная инициатива». Организация этого форума вот просто настолько великолепна. Мы вот с 28 июля, как только узнали о том, что будет проходить форум, вот с тех пор нас еще в покое не оставили ни дня. То есть каждый день какое-то движение, какие-то новые интересные идеи. И я жду вот именно творческого подъема. Форум классных руководителей – это площадка, где наставники черпают вдохновение, делятся мнениями и проблемами, ищут пути их решения. Что вы ждете от форума? От форума я жду прежде всего новых знаний, новых знакомств, обмена опытом и трансляция полученных знаний для наших педагогов, для наших учебных заведений. А еще на Всероссийском форуме классных руководителей ищут подход к современным детям. Мы стараемся шагать вместе с детьми в ногу. То есть если они в ТикТоке сидят, то ты тоже где-то там заглянешь, посмотришь, чтобы быть в тренде вместе с детьми. И где-то можно даже вместе с ними сняться в том или ином клипе. Проблемы такие же, как и были у нас. Просто не забывать о том, что ты тоже был ребенком, и ты тоже точно так же, как и он, переживал вот эти вот события, которые происходят с ним. Юлия Бударина, Евгений Гродев, телекомпания ТВИН.